Юрий Анатольевич, поздравляю с победой. Два разных тайма по счету, но не по сути. Можете, пожалуйста, прокомментировать оба? В целом, хороший, достойный соперник получился. И вторая игра будет интереснее, уже больше информации будут друг о друге команды иметь. Триговат забитых со стандартных положений, они обеспечили нам преимущество. Хотя вот такого игрового преимущества у нас не было. Во втором тайме, первую половину второго тайма, наверное, более даже футболистки Эквадора владели преимуществом. А вот потом, когда мы перестали обращать внимание на судейство, комментировать игру, и вот последние 10 минут мне понравились. Когда был контроль мяча, были подходы к зоне завершения и в целом. В общем, работы еще предстоит много. Юрий Анатольевич, сегодня играли с тремя центральными защитниками. С чем связано такое перестроение? Если вы обратили внимание, мы уже два года играем, так? Да. И поэтому здесь в плане тактики развития идет, чтобы не одна схема была. Девочки понимали свои действия при различных построениях. Ну и последнее. Что сборная России извлекает из подобного рода игр? И что лично вы извлекаете из таких игр? Перед сборной стоит задача. Вот этот момент, когда у нас нет официальных игр, мы должны использовать для того, чтобы создавать новую команду на последующий цикл, олимпийский, отборочный и все остальные готовятся. И здесь как бы такое, без опытных игроков мы не можем обойтись. И вопрос, вот как раз таки задачи подготовки команды на будущее, но при условии успешного результата в каждой игре.